всем привет дорогие друзья с вами крымский влог и я артем лавриненко очередная наша прогулка по крыму и сегодня мы с вами в алубке мы сегодня с вами прогуляемся по воронцовскому дворцу как снаружи так и внутри обязательно посмотрим все его красоты и узнаем его историю в общем как всегда будет интересно но пока не началось это видео не забывайте подписаться на канал поставить лайк этому видео и написать свой самый пламенный комментарий а также подписывайтесь на telegram потому что там все самое интересное про крым и севастополь ссылка в описании под этим роликом ну что ж друзья приятной вам прогулки начинаем ну что друзья сегодня отсюда начинается наша прогулка по воронцовскому парку в дальнейшем мы перейдем соответственно к воронцовскому дворцу пройдем на экскурсию я кстати только что узнал что сегодня экскурсия оказывается бесплатная по всем направлениям а их в воронцовском дворце очень много честно не скажу количество сколько сегодня оказывается день музеев вот мне просто интересно друзья напишите пожалуйста знали вы что 18 мая в день музеев 18 музеев крыма будут бесплатны для посещения мне просто интересно вот насколько вообще работают информационные порталы крыма потому что я об этом узнал только прибыв сюда на территорию воронцовского дворца честно и мне обидно обидно даже по большей части не за себя за моих зрителей потому что я бы конечно бы в телеграме анонсировал это все вот так друзья но зато благодаря этому я вспомнил что в севастополе есть еще такая хорошая традиция как ночь музеев которая пройдет 20 мая 2023 года друзья поэтому подписывайтесь на телеграм там я сделаю анонс какие вообще какие музеи будут работать какие будут доступны в какое время так ну что здесь несколько секвой одна из них уже такая немножечко подустала кипарисы ну и вот это такая необычная секвой можно сказать да только что видели такая паукообразная крабообразная много-много веточек на ней но это тоже секвой я пошел немножечко судой здесь на карте отмечено что вот эта местность называется пальмовая аллея друзья но если посчитать то здесь на самом деле ну и двух пальцев хватит загнуть чтобы посчитать сколько здесь пальм вот одна с той стороны еле живая и три штучки с той стороны вот чет последнее время с пальмами прямо в крыму вообще какая-то беда бедуня не знаю почему может есть тоже опять же специалисты напишите в комментариях ну что-то с ними происходит они покрываются но становятся желтые и начинают потихоньку засыхать то ли жук какой-то то ли болезнь непонятно так но в любом случае мы идем по воронцовскому парку друзья он конечно же по-своему красив здесь очень много всяких интересных как реликтовых так и редких деревьев для полуострова крым целая куча вот таких вот добрых жителей прогуляемся по парку как я сказал зайдем на экскурсию посмотрим на сам воронцовский дворец узнаем обязательно историю этого места ну и пройдем по другой части там еще с другой стороны более интересная часть парка есть друзья ну а сейчас двигаемся в сторону дворца мы плавно переместились такую строительную часть воронцовского дворца потому что он сейчас проходит небольшую реконструкцию улучшения и здесь левой стороны находится фонтан видите на нем дата 1829 год друзья практически 200 лет ему посмотрите до сих пор водичка течет правда там муравьев и какой-то паук оккупировали ну вот в таком каком-то мавританском красивом восточном стиле друзья оформлен этот фонтанчик я убегаю отсюда потому что уже бежит бежит охранник так как видите реконструкция продолжается не останавливается несмотря на события и к слову о том как говорит владимир зеленский о том что здесь полная разруха друзья вы все можете прекрасно видеть такая разруха крыму все делается все реставрируется несмотря ни на что реставрируется даже то что иногда не требует реставрации все равно делается все равно как-то улучшается потому что ну я помню воронцовский дворец мы сюда приезжали во время к вида с вячеславом и в принципе он выглядел в то время достойно ну вот сейчас его решили немножечко улучшить так ну что мы заходим ворота смотрели на башни и давайте пока идем по двору я вам расскажу немножечко историю этого места ну а вы осматривайтесь и смотрите вокруг во первых обратите внимание здесь есть небольшой кафе в котором готовят пирожки вкусные я пробовал точно с чаем и сразу встречает огромное магнолия насколько я знаю магнолии вообще 1 высаживались именно в воронцовском саду вы именно в крыму впервые здесь небольшой такой фонтан еще один музык бородяга их тут много так ну что давайте поговорим об истории пока гуляем по этому двору рот граф воронцовых естественно известен в российской истории его представители занимали самые важнейшие государственные посты семейство было также одним из богатейших стране и могло себе позволить реализовать любые самые невероятные фантазии представитель этого рода михаил семёнович воронцов это главный наш сегодняшний герой друзьям был храбрым офицером участником войны 1812 года еще он был родным племянником знаменитой екатерины воронцовой дошков до школой это русская аристократ как государственный деятель писательница и педагог одна из самых знаменитых личностей российского просвещения многолетняя подруга из подвижница императрицы екатерины второй что уже означало что воспитание образования у воронцова были хорошими более других графу нравилась английская традиция таких как он в девятнадцатом веке называли англоманы огромнейший платан друзья во дворе находится вернемся к михаилу семёновичу так вот в середине двадцатых годов девятнадцатого века этот дворянин получил назначение в крым губернатором новороссии и бессарабии вступив должность губернатор присмотрел себе неплохое имение недалеко от ялты у небольшой татарской деревеньки алубка в 1828 году тут начали строить по его заказу резиденцию настоящий дворец с размахом ну а вот родовой герб воронцовых на здании прикреплен как англоман михаил семёнович воронцов желал видеть своем жилище черты английской архитектуры поэтому он обратился к эдварду блору архитектору вальтера скотта и британской королевской семьи уж конечно мастер доводивший дома к букингемским творец годился и для русского графа обратите внимание на левую башню с часами вот она прям четко подчеркивает вообще английский стиль блор никогда не был собственно в крыму но он получил от заказчика исчерпывающие данные по местности и совершенно и совершил чудо спроектировал здание шедевр в котором естественно соединились несколько эпох истории англии с восточным колоритом вот собственно восточный колорит вот эта арка сейчас тут ветер немножко задувает давайте быстро пройдем здесь собственно открывается вид на основное здание дворцовое на основной дворец и здесь тоже четко видно как соединились две культуры дальше все стало еще чудесной основным строительным камнем для реализации идеи великого англичанила стал крымский диабаз порода прочная даже слизь слишком она весьма трудно поддается обработке то есть все вот эти вот здания которые здесь находятся построены из нашего крымского диабаза сейчас пройдем сюда в то место откуда открывается самый красивый вид на воронцовский дворец еще один ветер житель пират одноглазый и привет эта скала называется потемкино друзья на нее все залазит и фотографируется на фоне воронцовского дворца сейчас подойдем туда поближе кстати не знаю почему она именно так называется почему она называется скалой потемкино напишите пожалуйста в комментарии друзья если кто-то знает ну и вот давайте обратимся спиной и посмотрим на сам дворец но согласитесь красота неописуемая действительно я представляю особенно в то время это просто было настолько диковинно настолько красиво что я уверен люди которые сюда приезжали они просто удивлялись и просто стоя аплодировали и графу воронцову и соответственно и соответственно эдварду блору забрался я на скалу потемкино и приготовьтесь смотрите какой вид отсюда открывается друзья это просто фантастика воронцовский дворец главная площадь и соответственно башни с часами мы сейчас кстати заглянем вот в те ворота шуваловский забыл как шуваловский проход или там как-то так называется мы сейчас туда заглянем посмотрим как там проходит реконструкция но друзья просто посмотрите красота неописуемая знаю это самая самая красивая фотолокация в этом месте все обычно садятся вот как раз на вот этот камень и на фоне замка фотографируется сейчас я тоже сделал несколько снимков и продолжим нашу прогулку единственное хочу добавить что замок и вся его территория строилась полэтапно собственно по проекту и самым последним было достроено по моему библиотека в 1848 году спустился ниже и давайте еще немножечко полюбуемся с этой стороны дворцом и я сказал что последним было достроена библиотека друзья но я немножечко ошибся потому что в 1848 году дворцовый ансамбль был дополнен еще и террасный террасой с лестницей и львами вы наверное всех видели на фотографии там такая еще арка тоже в восточном стиле мы немножечко попозже не обязательно доберемся но фишка в том что михаил семенович воронцов уже не видел всего этого потому что в 1844 году он был назначен служить на кавказ сейчас мы с вами прогуляемся еще немножечко здесь глянем вот тот шуваловский проход башню с часами я вам еще с этой стороны не показывал то что вы были снизу как раз группа пошла на прогулку сейчас я тоже возьму билет и пойдем тоже прогуляемся сейчас немножко заглянем туда где идет реконструкция я вам очень хочу показать для того чтобы люди убедились что у нас в крыму все хорошо все делается все реконструкции абсолютно продолжаются ничего не останавливается смотрите какую красоту сделали для тех людей кто был здесь раньше вы наверняка помните что раньше здесь лежал просто асфальт я честно говоря не знаю в какой момент его закатали потому что я думаю вряд ли проекту графа воронцова здесь должен был быть асфальт ну вот сейчас здесь лежит вполне современная брусчатка центральная площадь тоже скоро будет в брусчатке поэтому все будет здесь красиво потом будет центральный двор делаться ну и друзья самая главная фишка этого места это конечно же ну ладно не самое главное самое главное конечно же замок графа воронцова а вот этот вид друзья я думаю этот вид тоже сподвиг михаила семёныч и именно в этом месте сделать свою южную резиденцию потому что как вы знаете у него была резиденция и в москве и если я не ошибаюсь владимире и в одессе в одессе тоже я знаю что есть дворец воронцова как-то так он называется вот этот вид просто шикарный конечно же друзья это наша любимая петры 1234 метра уже там сделали мостики насколько я понимаю поэтому всех экстремалов уже приглашаю туда единственно не работает канатная дорога но отсюда к сожалению не видно мостиков но я вижу это мой максимальный зум извините друзья так ну все я пойду за билетом и пойдем на экскурсию а затем еще успеем прогуляться по парку началась наша экскурсия друзья начинаем мы не с парадного входа с такого небольшого коридора который ведет с основного здания библиотеку по левую сторону от меня это шкаф огромный шкаф из моренного дуба а с левой стороны идут картины где можно отследить хронологию строительства воронцовского дворца также здесь над входом список талантливых мастеров работавших на строительстве дворца эти 20 лет все их можете прочитать и портрет эдварда боло главного архитектора который здесь никогда не был оказывается я этого не знал он вместо себя отправил своего ученика ну и идем дальше в дворцовые залы заходим парадный кабинет графа воронцовый здесь его портрет красавец круговых стол все мебель середины 19 века сохранилась даже обои сохранились вот только нижняя часть ведь отличается она закрыта пленкой для того чтобы не портились смотрите какая мебель это имитация памятника именинную пожарскому и сверху портрет кутузова только говорят что воронцов брал во все свои походы его портрет честно говоря кабинет какой-то мелковатого него не знаю был бы я воронцовым я бы все побольше его помещения выбрал здесь прям очень как-то так рабочий кабинет елизаветы воронцовой смотрите на потолок друзья здесь вообще столько резки по дереву столько элементов интересно здесь еще в этом кабинете останавливался винстон черчилль он там стоит портрет здесь герб похож на герб севастополя даже здесь смотрите какая резьба просто в проеме между комнатами такая резьба постепенно друзья мы переместились в вестибюль это первое помещение которое видели все гости входящие дворец воронцовых вот как раз центральная дверь на входе стоят два бюста один елизаветы броницкой михаила семеновича воронцова это портрет мамы хозяйки дворца здесь также бюст екатерины второго и портрет ее тоже а также ее любимчика графа потемкин красавчик смотрите вообще как все раньше красиво делалось даже на форму его посмотрите настолько все шикарно переходим дальше вот это уже скорее всего наши ребята придумали спрятали кондиционер покрасили его в коричневый цвет ну тоже интересно голубой зал голубая гостиная друзья с белым роялем просто фантастическая лепка смотрите это все лепка я не знаю сколько люди здесь это все лепили мы все делали абсолютно вручную кита амфора голубые стоит и здесь тоже мебель 19 века камин красота переходим зимний сад ухты это вообще друзья просто шедевр мраморный пол посмотрите шахмата шахматном стиле и здесь все зеленое слушайте вот это вообще мечта моей мамы мама для тебя я не знаю чем наверное для каждой женщины которая любит цветы дома зимний сад друзья это самое необыкновенное что может быть здесь еще когда-то был фонтанчик ой 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 как здесь все красиво смотрите вот как я говорил пальма тоже здесь погибла несмотря на то что она находится в помещении красота здесь стоят какие-то тумбы скорее всего на них тоже где-то стояли какие-то образы ну давайте еще раз посмотрим на зимний сад красота посмотрите на крышу здесь какой-то цветок интересный бегония королевская ухты у нас в севастополе в клумбах высадили бегонии переходим в следующий зал ого какой он огромный подойдем почитаем парадная столовая друзья сравнить парадную столовую и кабинет воронцово вспомните парадный господи все из дерева посмотрите на потолок крайнее сегодня помещение вообще во всей прогулке по дворцу по воронцовскому дворцу это бильярдная бильярдный стол был привезен из Англии сделан он из красного дерева единственное что здесь было заменено это полотно красная обивка она к сожалению до наших дней не дожила очень много картин в комнате ну и конечно же деревянный потолок здесь вообще все потолки абсолютно деревянные ну и английского здесь очень много в принципе от портреты бюсты все как-то так инкрустировано даже столы и посуда сейчас мы выходим с вами на южные террасы это заключительная точка экскурсии ну и собственно она была завершена последняя мы вышли и двигаемся в сторону южных террас но прежде чем мы туда дойдем я хотел бы чтобы посмотрели какие красивые кусты роз здесь растут смотрите если у нас розочки только-только расцветают только начинают ну за исключением розовых то здесь они уже цветут абсолютно вовсю каждой девочки по розочки друзья я не меняю своих традиций всем вам посылаю красивые цветы ну что это вот как раз главная дверь со столовой в которой мы с вами были в огромной столовой и вот здесь выход на южные террасы здесь прям много роз такая огромная клумба с вазами стоит все вазы из чистого мрамора и сейчас идем к той самой арке в восточном стиле и их соответственно ко львам к сожалению фонтан не работает возможно ближе к лету заведут сейчас наверное нет смысла когда начнется сезон ну и вот то самое место которое самое популярное на всех фотографиях воронцовского дворца я буду специально томить видите там по кругу идет какая-то арабская надпись какая-то арабская вязь кто знает как переводится напишите пожалуйста в комментариях красота слева и справа находятся тоже мраморные львы и они кстати чем ниже здесь их три яруса львов вы их сейчас все увидите и заметьте что чем ниже тем менее они агрессивны сейчас я развернусь смотрите вот вторые львы уже жопку посадили и сидят ну и конечно сразу же обращайте внимание какой открывается шикарный вид отсюда не зря этот вид любил Винстон Черчилль как говорят что он где-то даже упоминал о нем в своих записях и вот второй лев который тоже уже жопку посадил и собирается лечь ну а третий этап это львы которые уже спят смотрите просто лежат отдыхают я не знаю глаза у них закрыты или нет да у этого глаза закрыты он уже полностью спит вот чем ниже тем менее агрессивные львы не знаю с чем это связано на фоне как вы видите зубцы айпетри некоторые говорят что как раз это воронцовский дворец и вот эта часть этой имитации именно айпетринских зубцов ну и в целом дворец построен как будто айпетринская ейла ну и вот этот тоже шикарный лёва который тоже уже засыпает но он хотя еще с открытыми глазами вот такая друзья здесь красота все продумано до мелочей ну что теперь начинается наша небольшая прогулка по парковой части как вы можете заметить что здесь сразу же очень живописно смотрите какое огромное дерево магнолии слышно как поют птицы здесь я так понимаю честно говоря не знаю но здесь какая-то река течет и она прям бушует прям огромный водопад сейчас вам покажу на территории разбросаны камни и вот эти камни как раз тот самый диабаз из которого построен замок очень крепкий камень вот видите падает вода сейчас пройдем дальше друзья пройдем мы к трем озерам одно из них лебединое второе форелевое а третье я не помню название в целом парк строился вместе одновременно со зданием воронцовского дворца и делался в два этапа нижняя часть и верхняя мы сейчас гуляем по верхней части по нижней прогуляемся как-то в другой когда будем спускаться к морю сейчас там дует ветер поэтому я не вижу смысла раньше как вы понимаете было модно если строишь дворец то обязательно должны сделать парк ну что перед вами лебединое озеро здесь проживает несколько уточек и как я понял два ну уже половозрелых лебедя посередине такой бьет фонтанчик на горизонте красивое дерево прям над водой и вот там вот видите лебедь к нему вот как раз подплыл второй как мы знаем лебеди живут парами вода здесь просто чистейшая и как я понял в воде не живет вообще никакая живность ни рыбок ни лягушек я не знаю то ли лебеди с утками всех съели то ли что произошло даже черепашек нет привычных красноухих вот так есть еще соседнее озеро как заявлено оно форелевое но к сожалению там никакой форели нет также вода очень чистая и живет здесь один вот такой вот симпатичный малец я так понимаю что это выводок вот этих двух лебедей которых мы только что видели да красавчик слушай так внимательно ой он еще и ругается друзья и дальше там есть еще одно озеро небольшое с абсолютно такой же зеркальной чистой водой но там тоже абсолютно ничего нет что нервничает наш лебедь маленький ну не нервничай родной и эти два выплыли тоже пошли гулять ребятки к сожалению мне вас нечем накормить красавцы однозначно друзья стоит сюда прогуляться когда приедете на экскурсию обязательно пройдитесь по парку дойдите до озер посидите на лавочках отдохните подышите этим прекрасным свежим хвойным воздухом насыщенный я не знаю чем только самыми самыми распространенными и самыми нужными витаминами для человеческого организма друзья сейчас пройдемся еще посмотрим несколько полян и сходим к тому гроту где когда-то была похоронена собака графа воронцова здесь я незаметно оказался среди гигантов во-первых среди двух огромных деревьев один кедр атласки вторая секвойя дендрон а также соответственно вот это небольшое дерево которое ограждено прям железным забором называется араукария чилийская честно друзья я не знаю почему ее так берегут наверное большая редкость того что она растет в наших краях поэтому ее охраняют чтобы люди вообще туда не подходили ну и здесь тоже кедр ну такой этот кедр скорее всего ливанский и там тоже вон смотрите люди гуляют просто посмотрите какие огромные кедры здесь одни из самых больших деревьев вообще на южном берегу крыма сейчас мы спустимся на еще одну полянку по моему она называется солнечная тоже очень красивая с большими деревьями я вообще наверное это первый замок который я посетил ну его собственно парк это еще было в школе по моему в классе десятом мы ездили как-то на экскурсию и мы тоже сюда приезжали вы посмотрите какая красота друзья просто делайте скриншот очень красиво я так понимаю слева это сосна а справа тоже кедр и посмотрите как у него расположены ветки они тянутся к югу а север у него почему-то голенький вот это то как определить с какой стороны севера с какой стороны юг и вот здесь написано по газонам не ходить друзья те самые таблички которые меня раздражают с той стороны тоже смотрите какая красивая сосна шапкообразная ну и на горизонте наш любимые петри с зубцами красота просто неповторимая да и вот как раз эта поляна называется солнечная я не ошибся вот здесь стоит табличка здесь написано самая живописная поляна парка прежней ее называли пинетом от латинского сосна там обязательно сюда сходите на солнечную поляну здесь просто гиганты растут очень красиво слушайте я брожу тут уже минут 15 наверно в поисках того места где была как раз погребена погребена собака чего там вообще никак не могу найти так здесь табличка озера и воронцовский дворец так дворец вижу а где собачий склеп здесь на самом деле можно а вот он друзья посмотрите какая красота здесь так место такое загадочное между камней посмотрите какая лыба огромная просто нависла здесь я не знаю вследствие чего здесь оказались эти камни просто посмотрите они здесь максимально вот беспорядочно разбросаны так вообще как будто один убери и все посыпятся спустимся где-то должен быть небольшой грот вот грот с могилой чемлека сам грот немножечко здесь с левой стороны вот здесь как раз табличка на английском написано чемлек ты понимаешь собака тоже была какой-то английской породы и здесь в грудь видите как раз вот там вот на этом белом камне стоял такой саркофаг с телом чемлека ну а потом он соответственно куда-то пропал ну что ж дорогие друзья очень надеюсь что вам понравилась сегодняшняя наша прогулка и вы обязательно поставите пальчик вверх и напишите свой пламенный комментарий а также соответственно подпишитесь на канал крымский влог я сегодня рассказал к сожалению не все что хотел но приберегу это для следующего раза а он обязательно будет всем вам рекомендую в субботу в ночь музеев здесь тоже будет бесплатный вход с 4 до 8 вечера поэтому обязательно приезжайте в воронцовский дворец обязательно прогуляйтесь сами полюбуйтесь этими красотами как и внутренними дворца так и снаружи в парке ну что ж друзья всех вас нежно обнимаю до хруста с вами был я Артем Лаврененко и канал крымский влог всем пока